Ребята, всем привет! Мы приехали в галерею. Сегодня ещё не 10 февраля. Мы с Андреем договорились, что мы не будем тратить деньги до того момента, пока не отдадим за квартиру. Но мы уже поняли, что мы накопили нужную сумму. Если вдруг мы не смотрели прошлые влоги, сейчас мы живём в квартире, и за неё нам нужно будет заплатить за три месяца вперёд. Это то есть с каждого жильца, с меня, с Андреем и с нашего друга по 700 евро. И за этот месяц мы уже заработали эти деньги и решили сейчас с Андреем зайти в галерею и что-нибудь себе купить. А именно, я надеюсь, что мы купим базовые футболки. Потом мне нужна расчёска. Как я уже жаловалась, у меня проблемы с волосами. Сейчас, если что, я их специально залезала, но они у меня и так грязные. Короче, я поняла, что мне нужно обновить мою расчёску, потому что, мне кажется, проблемы могут быть из-за неё с волосами у меня тоже. Эта расчёска я пользуюсь где-то года три, и я думаю, что... Ну, пора уже её поменять. Я пыталась её помыть под обычной водой, типа с мылом, но она у меня вообще не отрывалась. То есть там, типа, знаете, такой налёт какой-то белый, и он появляется, когда я только начинаю расчёсывать волосы. Я не понимаю, то ли это от того, что у меня, типа, голова настолько грязная, что я расчёсываю, и расчёска становится грязной, то ли это из-за расчёски. Короче, непонятно. Этот вопрос я буду объяснять. Я хочу сейчас купить себе новую расчёску той же фирмы, которая у меня была, купить себе шампунь. Но шампунь я здесь ещё не нашла, поэтому я покупаю обычный, который есть в магазине. Вот. Купим с Андреем базовые футболки. Может быть, померяем что-то ещё из новой коллекции в Заре, потому что я видела в ТикТоке, там появились какие-то прикольные всякие кофточки, такие, знаете, молодёжные. Померяем, посмотрим. Сейчас я вам покажу расчёски, которые здесь есть, и мы с вами что-нибудь выберем. Блин, ребята, я не понимаю, это этот набор? Да, кажется, это реально этот набор. Я, короче, видела в ТикТоке, что сейчас вот у этой фирмы моя Настя, которая менеджер, она покупала сыворотку и крем, когда мы были в Берлине. И мне кажется, я с ней проконсультируюсь. Может быть, мне это надо, потому что посмотрите, какая цена. Каждый продукт, он на минуточку стоит половину этой цены. Я не знаю, насколько мне это надо, потому что я вроде как собралась ухаживать за кожей. Но мне кажется, чтобы покупать себе вот эти всякие косметические штуки, надо перестать жрать сладкое. Потому что с переездом я поняла, что я очень-очень много ем сладкое. Я в обычной жизни никогда так не ела. Но сейчас, видимо, из-за стресса мне хочется это как-то заесть. И моя кожа, конечно, просто в шоке. Так, ребята, я нашла мои расчёски. Вот так они выглядят. Обычно вот эту вторую часть я всегда выкидываю или теряю. Но мне нравится, что она не чёрного цвета, а светлого. То есть на ней видны волосы и какая-то грязь, если вдруг она там появляется. Сейчас я выберу, какой цвет я возьму. Короче, есть вот такая металлическая с розовым. А, ну мне кажется, это почему-то то же самое, что вот это. Я не понимаю, это то же самое или нет. Как будто бы вот это слишком блестящее. Есть ещё вот такой вариант. В принципе, она прикольная и удобная держалка, но она не поместится, мне кажется, ни в какую сумку. Поэтому я возьму опять вот такую. Я хотела в этот раз взять чёрную, но поскольку у меня началась грязниться моя нынешняя расчёска, я подумала, что это супер нелогично. Стоит она 2,430. Но это где-то 1800. Да, я понимаю, для расчёски это дорого, но она очень классно расчёсывает волосы. Как ты думаешь, такую взять или вот такую? Вот эта типа она матовая, а вот эта она типа более блестящая. Как больше? Ну мне кажется, вот эта, да? Да, ну да. Но она, конечно, царапится, наверное, будет. Так эта тоже. Ну да. Ну ладно, давайте возьмём вот эту. Розовая. Класс. Так, ребята, мы жарим. Лот номер один. Мне кажется, она у меня маленькая, потому что вот эта штука, она как-то очень низко расположенная. У меня здесь есть такой тип лифчик топ. И мне кажется, либо это носится без белья, либо эсочка стала нам маловато. Маловато. Короче, это боди. Цвет прикольный, но вырез, мне кажется, он у меня как-то делает такое, типа, типа, непонятно, да? А вообще ткань, девочки, моя любимая, такая, знаете, типа, подтёртая. Мне кажется, это очень классно, но, но мне кажется, сюда нужен другой низ, потому что они очень похожи. И, наверное, низ мне тоже нужно купить. Итак, вариант номер два. Если вы хотите подчеркнуть подножка жира, то для вас этот вариант. Короче, я не знаю, ребят, я реально походу пожирнела, потому что это размер эс, и мне кажется, у меня достаточно тонкая рука, либо это всё сейчас надо, типа, поправить, но вот эта тема, она супер обтягивает. В целом, это выглядит интересно, но мне кажется, то я жирновато, бля, этой конструкции, но мне нравится. Прикольно. Чё думаете? В целом, такое интересное, сейчас такое модное, что, типа, у тебя футболка какая-то, и сверху ты надеваешь какую-то, типа, сетку. То есть, у тебя как бы водолазка, но как бы футболка. Мне кажется, это интересно. Так, ребята, третий вариант. Ну всё, разочарование. Короче, я не знаю. Мне кажется, что эта вещь очень какая-то странная, причём это новая коллекция. Здесь какие-то вот такие штуки. Так, ребята, я психанула и попросила Андрея принести другие штаны. Мне кажется, что с этими штанами не так плохо. Чё вы думаете? Только надо это всё дело, типа, чем-то затянуть. Короче, какая моя логика? Верх должен быть, типа, в обтяг, а низ должен быть, такой, типа, широкий, массивный. Но эти штаны, они всё равно недостаточно широкие, мне кажется. И они прям должны быть очень большие, чтобы верх на фоне низа был маленьким. Вы меня понимаете, нет? О, господи. Это не магазин, а просто растворство какое-то, если честно. Ну, сзади нормально это выглядит, но спереди вообще нет. может быть, здесь пресса, например, не хватает. Так, ребят, футболка мне нравится. Мне кажется, у неё не такая короткая длина, и прикольно, что она, типа, чуть-чуть подлиннее, чем футболка. Это размер S. Мне кажется, больше мне не надо. что думаете? И в сочетании с этими штанами и с ботинками, мне кажется, это интересно выглядит, я как это, с армией. Базовая футболка. Ничего удивительного. И сзади прикольно обтягивает. Блин, мне кажется, мне надо просто купить какие-то штаны, типа, большие. Как это сложно. Так сложно. Ну, это лучше всех. Чёрные ничего не буду брать, потому что мне кажется, я возьму, я пожалею о том, что я это сделала. А вот эта кофта, она, сейчас посмотрим, сколько стоит. 749 динар. Это 400 рублей. Мне кажется, прикольно. Да, прикольно. Вуаля! А? Блин, реально, я чувствую себя той самой из тиктока, которая натягивает трусы до нельзя. Ладно, если без суток, то я решила взять штаны побольше и просто посмотреть. Короче, если у вас есть советы, посоветуйте, пожалуйста, где можно купить штаны, которые будут регулироваться вот здесь на, типа, чем-то. На веревке, наверное, чтобы они подошли конкретно мне. Мне очень нравится, что они такие, типа, гигантские. Я знаю, что такие вообще сейчас типа, носят, ой, типа, такие сейчас носят, как бы вот так, но вы понимаете, да, что мы уже не в том возрасте, чтобы так делать. И, короче, мне нужна какая-то резинка, но в целом это прикольно. Нет, только представьте, ты такая стоишь, вся загорелая, в Дубае. Ну, ты, конечно, в Дубае, в этом прикиде сдохнешь от жары, но мне кажется, это прикольно. Ладно, короче, забейте, я возьму этот футбол. Но в целом прикид мне нравится. Интересно. Так, девочки, последние слоты сегодня это вот такой вот свитер. Андрей сказал, что мне такой подойдет, но я считаю, эта вещь меня очень уродует. Или эти джинсы меня уродуют? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, мне кажется, джинсы уже это, старенькие. Ну, короче, я решила взять вот эту футболку. Наверное, я такую же черную возьму. Свитер я не буду брать. И я рада, что я к своему возрасту начала более-менее осознанно покупать вещи. Я реально раньше бы, наверное, купила все, что я померила. Но сейчас я понимаю, что вот эта вещь, которую я возьму, она мне реально прослужит какое-то время. я ее выкину и вспомню о ней. И стоит она не так дорого, чтобы об этом потом жалеть или хранить ее долгое время в шкафу, потому что жалко. Короче, класс. Я рада, но я поняла, что мне надо худеть, потому что мне не нравится, как я выгляжу. Хотя, я не знаю, может быть, это просто Зара примерочная. мне кажется, каждый раз, когда ты заходишь в какие-то примерщины, ну, лично я себе не нравлюсь, потому что я сразу вижу свои прыщи, свои лишние какие-то складки. Ты представляете, мы сейчас в Деме, и здесь эти расчески в два раза дешевле. Блин, хорошо, что мы сюда зашли. Я думаю, наверное, я себе куплю вот эту, потому что она изначально без крышки. Сейчас я еще вот эту открою, посмотрю. Короче, блин, стоимость просто в два раза меньше, чем в Sephora. Мы уже едем домой, купили три футболки, две мне, одну Андрею, заплатили в Заре три двести динар. Зашли в Дем, купили расческу, шампунь, все, что хотели. Блин, магазины меня жестко выматывают, хочется есть, спать. Чувствую себя максимально уставшим. приятный дня, то, что я купила расческу, в два раза дешевле, чем в Sephora. Это реально очень приятно. Все, зашли в галерее, в какой-то ресторан, который находится на первом этаже, и здесь так много посадочных мест. Мне кажется, летом здесь супер много людей, потому что, потому что если так много мест, типа, зачем? Ресторан Bottega. Bottega ресторан называется. Набережная очень классная, сейчас я вам покажу. Музыка, правда, очень громкая, но в целом мне кажется, здесь прикольно. Это пристройка, то есть основные посадочные места находятся там, там свой какой-то интерьер, и здесь находится такая терраса на набережной. мне кажется, летом здесь очень классно, и очень прикольно, что в центре зала есть такой большой стол, где можно отпраздновать какое-то мероприятие. Короче, интересно. Заказали пиццу. Ребята, нам принесли пиццу, но я поняла, что мне надо худеть, приятного аппетита. Ребята, нам принесли чек, ели мы на тысячу, почти тысяча пятьсот динар. Пицца была очень вкусная, в общем, советуем. Всем привет, я решила выходить к вам каждую неделю, я надеюсь, что мой такой челлендж продлится достаточно долго, а я хочу снимать каждый день, ну, почти каждый день, что я делаю, мне кажется, что такой формат может меня замотивировать как-то более продуктивно проводить свои дни, и давайте начнем. Сейчас я буду делать таблицы с глаголами, короче, у меня есть слова, которые я должна по идее знать, но я где-то там знаю, мне Эля, мой учитель, сказала, что у нас есть два вида памяти, типа там активная и пассивная, что-то такое. Пассивные, если я правильно это называю, ты знаешь слова, но они где-то очень далеко у тебя в мозгу, и ты не можешь их тут же использовать. Активные это те слова, которые ты используешь ну, типа каждый день, и ты их запоминаешь. Из моих активных фраз это ссори my English very bad. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Это единственное, что я говорю почти каждый день, ну, либо говорю там спасибо и всё такое. Сейчас моя задача выписать все эти глаголы неправильные, потому что их нужно знать, без глаголов мы не сможем разговаривать. Неправильные глаголы тоже делиться на группы. Я себе уже выписывала глаголы, но это выглядит вот так несерьёзно, я считаю. Поэтому я решила себе заклеить всю стену напротив. Обычно здесь я занимаюсь английским, и мне кажется, это очень помогает, когда ты во время урока не тупишь и не пытаешься как-то вытянуть от преподавателя это слово, а просто смотришь куда-то и вспоминаешь. И потом у тебя это откладывается, и, ну, лично у меня так работает, и я уже как бы мысленно помню, где это слово висит, куда нужно посмотреть, и в будущем у меня будут ассоциации с этим словом, и, соответственно, я его выучу, я надеюсь. Кстати, моя стадия отрицания английского, мне кажется, уже подошла к концу. Наверное, две недели назад я снимала видео о том, как я плачу. Я хотела показать вам, когда я выучу английский и начну не стесняться и разговаривать, но почему-то у меня таких припадков не было. Может быть, потому что после этого я начала как-то дополнительно что-то читать, что-то изучать. Короче, после того, как я сняла это видео, мне кажется, что у меня сработала какая-то тема мотивации, и я в течение недель, то есть обычно, как я учу английский, у меня занятия в понедельник, например, и в воскресенье я начинаю учить слова, бешусь, что я ничего не знаю, среди недели я просто не могу взять себя в руки и начать это изучать, у меня много времени свободного, и просто я откладываю. Я знаю, что кроме меня это никто не сделает, но всё равно у меня не было настолько сильно много мотивации, я это откладывала. В итоге, после того, как я записала это видео, где я плачу, я не знаю, что случилось, это такая случайное совпадение или нет, но после этого мне начало в рекомендации попадаться всякие прикольные видосы в ТикТоке, где люди говорят на английском, там иногда бывает, что девочки заменяют какие-то слова, то есть у них в целом речь русская, но они заменяют какие-то слова на английский, я понимаю. Ещё мне понравилась тема с чат-рулеткой, там есть какой-то чел, который записывает, как он общается с другими людьми в чат-рулетке. Я подумала, что мы с Андреем, я уже предложила ему, я думаю, вот ближайшие 4 дня у него выходной, и мы снимем такой видос. Мне кажется, это тоже очень забавно, особенно не просто голосом общаться с незнакомыми людьми или там текстом по перепискам, а именно через экран. Мне кажется, это помогает тебе как-то стараться не стесняться. Я понимаю, что общаться с незнакомыми людьми, тем более на другом языке, ну, лично у меня вызывает какой-то страх, но мне кажется, что после такого общения тебе будет намного проще общаться с людьми в жизни. Короче, девочки и мальчики, сейчас я вырешу слова и покажу вам. Кстати, смотрите, что у меня есть. У меня здесь уже есть вот такие сова. Они как-то расформированы по группам, но если честно, я уже не помню, в какой последовательности мне ещё нужно выписать части тела. Здесь у меня те времена, которые я знаю, и сейчас я буду вот на этих листочках выписывать себе вот эти глаголы, которые я, типа, знаю. Кстати, пользуюсь я вот таким учебником. Мне кажется, это очень классный учебник для начинающих. Задания здесь написаны на русском и рассказано всё, мне кажется, очень подробно. Наверное, это для уровня А2, может быть, для А1. Нет, наверное, всё-таки А2. Короче, учебный класс советую, и я его именно купила в таком виде, чтобы он у меня был всегда со мной, потому что в электронном виде, мне кажется, информация не так усваивается. Сейчас я прохожу 29-й параграф, но мы проходим не подряд всё, а как-то по темам. И в целом, то, что мы сейчас проходим, мне очень понятно. Осталось выучить эти слова. Всем доброе утро. Мы с Адлеем решили позавтракать в Купер-Бестров, заодно забрать его зарплату, потому что сегодня нам нужно платить за комнату те самые... сколько получается? 1400 за двоих? И вместе с Владом 2300 евро за 3 месяца. В конец этот день настал. Мне кажется, после того, как мы отдадим эти деньги, мы выдохнем и сможем не думать о том, что нам нужно копить, откладывать, хотя, мне кажется, мы вообще особо не копили, покупали всё, что хотели. и мы с Андреем вчера говорили на тему финансов, как сложилось, что мы никогда не придерживались какой-то тактики планирования бюджета. И вот сейчас, когда мы находимся в другой стране, я подумала, что когда, если не сейчас, начать всё это делать, планировать, копить, откладывать, потому что с переездом мне кажется, что конкретно я, но Андрей тоже, он в целом любит сладкого, но я обычно не ем столько сладостей, как сейчас. И мне кажется, очень много денег мы тратим на сладости, и причём, если бы это были какие-то полезные продукты, я бы поняла, там, знаете, улучшить своё питание. Но когда ты тратишь деньги на сладости, потому что ты в какой-то, не знаю, апатии, в стрессе, мне кажется, это очень неправильно. Нужно всегда за этим следить. И, короче, не допускать того, что ты ешь много гадостей, которые не приносит организму, ничего полезного. Так вот было. Мы с Андреем решили сделать такой типа челлендж. Тего дешево дня, а может быть завтра всё равно. Да, потому что у нас дома ещё много вкусняшек. Мы будем питаться правильно, каждый день мы будем делать какую-то активность, типа, качать пресс, или там, отжиматься. И те деньги, которые мы сэкономим на вкусняшках, мы купим на них абонемент. Ещё я предложила выписать траты по приоритетам. То есть, например, в этом месяце мне нужно купить билет в Россию, в Дубай, купить зал, ну, абонемент, купить ещё обновительный гардероб. Короче, мы хотим выстроить какую-то модель траты денег. Вот, мне кажется, это очень интересно. Сейчас мы идём в бестро. Я закажу себе датский завтрак. Андрей пока не знает. И всё вам покажу. Принесли еду. А, в общем, вот это датский завтрак. Если честно, картинки было вкуснее и варенье было веснёвое. Блин, а вот эта штука выглядит намного аппетитнее и бутик какой-то очень большой. А в Инстаграме мне показалось, что он меньше. Короче, будем сейчас пробовать. День Икс пришли меня деньги. Решили посмотреть, какой лучший курс, в каком обменнике. И мы пришли в центр города. Сейчас я вам подсниму, как это всё происходит. В общем, вот так выглядит обменник. Здесь есть валюта. На самом деле, сейчас это выглядит совсем по-другому. Не как у нас около дома. И вот так люди подходят, протягивают динары и им дают еврики. То есть тебе даже не нужно ничего знать, чтобы поменять деньги. Чтобы поменять деньги, тебе нужно просто назвать валюту. Если тебя спросят всё или нужно поменять, ты говоришь да или говоришь нет, а сколько тебе нужно. Просто в России у нас когда я обменяла деньги на евро, это всё было очень как-то устрашающе. Там было очень много охраны, была большая очередь. Если мы когда-то меняли валюту, я обычно у нас есть банк в ангарте в Питере и в основном вся очередь там. А здесь эти обменники на каждом шагу там сидят обычные дедушки бабушки чаще всего и меняют деньги. Короче, всё, мы меняем деньги, сейчас наверное пойдём в центр, зайдём за руку, кстати, по поводу шоппинга. Я вам, кажется, уже рассказывала, но расскажу ещё раз. вчера мы ездили на визарант и я составила для нас с Андреем на Пинтересте типа капсулу. Короче, базовая вещь, которую нам необходимо купить или докупить, чтобы делать комбинацию одежды разной. Вот, девочки, короче, у нас осознанный шопинг. Я подготовила на Пинтересте картинки, которые описывают наш будущий вид, стиль одежды. И я думаю, что через недельку или, может быть, попозже мы с Андреем устроим такой день, когда мы пойдём в Зару, ну и в другие естественные магазины и поснимем, что у нас вышло. Мне кажется, это тоже очень интересно, только обидно, что в женскую раздевалку, ну, конкретно в Заре, в других магазинах мы не были, нельзя заходить мальчиком. Это как-то очень странно, потому что я в мужскую раздевалку заходила и снимала Андрея, а в женской почему-то так не разрешают. Мы зашли в Зару, здесь на распродаже очень много джинс мужских, сейчас мы меряем для Андрея. Это мои. Покажи здесь. Да? Мммм. с этой толстовкой и шапкой это выглядит не очень. А если надеть... Давай я свитер сейчас притащу и мы посмотрим. И шапку. Ну и шапку, да. Ура! Поздравляю! В общем, в итоге мы купили джинсы Андрея, которые бежевые. Блин, всего лишь тысячи динаров. Ну, мы потом покажем, когда будет большой шопинг. Короче, что хочу сказать. Осознанный шопинг, девочки, это очень прикольно, потому что был соблазн купить другие штаны. И особенно вот у Андрея это прям вообще супер прослеживается. Знаете, у каждого, мне кажется, был такой период, что ты покупаешь либо тысячу стрёмных вещей, но по скидке, либо ты покупаешь одно нормально. Вот у меня этот период покупать тысячу вещей по скидке прошёл, а у Андрея ещё нет. И я очень сильно отговариваю его покупать говновещи, потому что мне кажется очень важно покупать все вещи, которые тебе реально подходят и которые тебе нравятся. Если честно, мы сейчас мерили с тобой штаны, я уже устала. Мне кажется, что нужно выделять на каждого человека день, если мы хотим делать закупку вещей. Я думаю, что логичнее приходить в магазин уже с готовым низом, который у тебя есть, куплен, если ты его уже купил, и с белой рубашкой. Не рубашкой, а футболкой. Короче, чтобы мерить вещи с таким базовым низом, если вы понимаете, о чем я надеюсь вам понятно. Вот. Я думаю, что в ближайшее время мы снимем шоппинг с Андреем, а потом, наверное, займемся мной, потому что, наверное, у меня больше вещей, чем у Андрея. Ну, конечно, я тоже хочу новых покупок, но мне кажется, Андрею это нужнее. В общем, сейчас едем домой встречаться с нашей хозяйкой и отдавать ей наши бабки. Так, девочки, у нас тут мальчик из Пинтереста. Вот такой у нас образ. Мне кажется, выглядит это прикольно. Так, ребята, у нас возник спор. Вот сидит мой монтажер, и он говорит, что... Ну, окей, давай мы вырежем, но вот в следующем влоге мы это вставим, что в прошлом влоге, где я иду в центре города, и там плакат про Косово, да? Вот, посмотрите, ребята, это дом раз. Мне кажется, выглядит это очень плохо, особенно с этими гигантскими уродскими плакатами. Короче, там есть Это плакат женщины военные? Нет, там, наверное, те плакаты, где вот разрушенные дома я шла, и там под сербским... А-а-а, а-а-а, а там я, мне кажется, несколько раз говорила. Короче, в общем, и Андрей сказал, что это не надо вставлять, потому что я могу обидеть чувство сербов, да? Типа, я турист, который живёт в чужой стране, мигрант, экспат. Экспонат. Экспонат. В общем, и Андрей говорит, что такие вещи нельзя говорить, потому что был один стример, который сказал, что... Раки это... Раки в Сербии это... Мача. Мача ослина. И типа, его выгнали из Сербии. И Андрей говорит, что вероятность того, что у меня будут хейтеры здесь, очень велика, потому что у меня 350 подписчиков на ютубе, и это дело даже не в подписчиках, а просто типа, он говорит, что так нельзя говорить. Но я считаю, поскольку это мой канал, и я не эксперт. Я не делаю, например, обзор, как Варламов, например. Хотя Варламов очень много негатива всегда говорит. Мне кажется, в каждом ролике он постоянно засирает, какие города плохие. Это же можно сказать не так, как ты, но напрямую уродский плакат. Это можно писать. Но смотри... Этот плакат сюда совсем не вписывался. Это нормально. Понимаешь, изначально я создала ютуб-канал, чтобы высказывать своё мнение и записывать свои мысли. Возможно, я повзрослею, посмотрю это видео через несколько лет и скажу себе, типа, блин, ну, конечно, я зря так высказалась. А сейчас, дорогие зрители, если вам что-то не нравится, просто не смотрите. Мне кажется, это должно так работать. Но вырежи, конечно, потому что я в том видео ещё сказала, что я не знаю, при какой войне эти дома... Короче, я сказала, что я не знаю, что за война была, а война была какая? До сих пор не знаю. Ну, короче, НАТО... Я себе закапываю, да? НАТО бомбила Сербию. И это было совсем недавно. И поэтому эти дома до сих пор стоят. Я понимаю, что это очень жёстко. И об этом нельзя как бы так высказываться, как я это, возможно, делала. Но мы живём сейчас в другое время. И для меня, конкретно, для Маши Даниловой из города Гая, эта война ничего не сделала, как бы. Я очень сожалею, но я никак не хейчу это мероприятие. Мне просто всё равно. Я просто рассказываю свои мысли. Есть ещё вопросы? Ну, это не смешно. Ну, это не смешно, но сейчас в рамках нашей комнаты мне смешно. Всё. Короче, напишите ваше мнение в комментариях. Ты же когда раздула от тебя? То есть просто вырезать слово и всё? Нет, почему раздула? Вот просто поймите, если я буду фильтровать свои мысли, а я и так достаточно много фильтрую, и в жизни я, наверное, более резко и высказываюсь более резко, типа теряется смысл вообще видео. Типа изначально, мне кажется, люди подписываются на блогеров и следят за ну, за YouTube-каналами, потому что люди искренние и они не боятся себя показывать. Вот если я, например, глупенькая в некоторых моментах, я не стесняюсь это показывать. Или, например, наоборот, если у меня есть какая-то сильная позиция, я хочу её высказать. Я понимаю, что сейчас в современном мире лучше не высказываться, потому что это может иметь какие-то посредства. но мне кажется, что почему нет? Как ты считаешь? Не, ну, мне кажется, это интересно порассуждать на тему... Интересно, это никому неприятно. Если они здесь жили, их здесь убивали, и они оставили здание не просто так, чтобы напоминать о каких-то моментах, которые здесь были, произошли. и ты не знаешь, что такое война, люди знают, что такое война, и они могут говорить это в открытую, потому что они здесь жили, и ты не жила здесь, и тебя не бомбили ни НАТО, ни войска никакие, ты не жила в военное время. А людям это в любом случае неприятно. И понятно, что время меняется, 20 лет прошло, но ты, если бы здесь ты родилась, прошла бы этот этап, искаться поуберить эту русскую плакату, они нам напоминают о войне, я не хочу больше помнить об этом. То я имею, типа, правду. Типа, ну, ты можешь вступить в спор, а так как ты здесь просто никаких прав не имеешь так говорить об этом. Тут как бы, блин, у тебя нет, короче, у тебя есть точка зрения своя, но она ничем не подкрепляется. Нет, но почему, у меня же есть вкус, типа вот, например, этот цвет мне нравится, а этот цвет не нравится. Я считаю, что я высказала просто свое вкусовое предпочтение, и ничего в этом такого нет. Я же тебе еще раз говорю, ты об этом можешь сказать. Но, поскольку это связано с войной, и в целом, ну, такая ситуация, когда люди умирают, и об этом вообще лучше не говорить, и никак не шутить, ну, это, типа, как нельзя шутить над инвалидами. А мне кажется, инвалиды, наоборот, бесится от того, что их слишком защищают, и как-то делают акцент на этом. Мне кажется, в меру это окей. Типа, не окей говорить о том, что все это вранье, этого нет. Мне кажется, что это нормально. Я не знаю. Нет, я же тебе говорю, высказываться просто нужно плавно. Типа, плакат здесь не вписывается. Если бы они оставили разрушенное здание, оно бы еще как-то смотрелось. Но этот плакат, он выглядит непринимым для себя ужасным. Но никак не уродливый. Ну, короче, я так вот ощущаю. Поэтому я тебе говорю, давай уберем. Ну, нет, давай уберем, но вот это мы и вставим. Мое шестиминутное рассуждение. Мне кажется, это очень интересно. Мне бы было интересно выслушать ваше мнение. И там сейчас сербы в комментариях начнут очень много негатива писать. Да нет, ребят, я ни в коем случае не хочу кого-то задеть и обидеть. Но мне кажется, что любой человек имеет право высказаться. Но да, это можно делать по-разному, я согласна. Я считаю, в том высказывании, которое я сказала в прошлом влоге, точнее, вы это не увидели, а услышали здесь, мне кажется, может может быть. Поэтому ничего я не вижу в этом такого криминального. Ваши позиции в комментариях. Наконец-то этот день настал. Я иду стричь свои волосы. Хотелось бы коры, но нет. Я надеюсь, что уходовый уход мне поможет, мне подстригут кончики. и я надеюсь, все будет супер. Мастер мне посоветовал моя клиентка, это русская девочка. Я уже опаздываю, ненавижу опаздывать. И моя главная цель выяснить, откуда у меня в голове пыль. Вот. Я не помню, я вам рассказываю или нет, но когда я расчесываюсь, у меня на расческе такие кусочки пыли, типа, знаете, когда, блин, полы моешь, типа, шваброй, щеткой. И там такие микро пылинки у меня такое на расческе. Я не знаю, может быть, такое было всегда. Сейчас я просто как-то акцентирую внимание на таких лещах из-за смены всего. Вот. Но это меня очень беспокоит, потому что меня не покидают ощущения, что моя голова вечно грязная. И мне кажется, с этим нужно что-то делать. Вот. Еще, возможно, зайду в Sephora, посмотрю себе румяна, хочу протестить Dior Pink 001. Короче, эти румяна я увидела в ТикТоке и говорят, что они подстраиваются под цвет кожи любого человека. То есть, если ты темнокожий, тебе тоже это подойдет. Вот. Короче, я не знаю, найду ли я их. Но если найду, то я вам обязательно покажу и попрошу девочку, с которой сегодня буду работать, снять видео вам до после моих волос. Надеюсь, я не останусь в сусе. И все будет супер. я только что освободилась, а улица просто уже темно. В общем, мне все понравилось, наделали мне комплиментов. Мне, конечно, очень нравится ходить к новым мастерам, потому что они чаще всего в шоке от длины моих волос. И чаще всего они очень хвалят состояние моих волос. И это, конечно, очень приятно. Короче, мы поговорили по поводу моей грязи. Она сказала, что это часто проблема девочек, которые переезжают в Сербию. Мне нужен типа пилинг. Но пилинг, который она любит, у нее он закончился, и она мне посоветовала найти какие-то уходовые типа либо шампуни, либо пилинги для волос. Вот. И она сказала, может быть, они мне должны, ну, скорее всего, они мне помогут. Вот. Этот салон находится в не очень таком классном доме, потому что нужно спуститься на минус первый этаж, получается. Это типа обычное здание. То есть это не выглядит как салон, это выглядит как типа квартира, но это не квартира. В общем, конечно, это не то, куда я ходила там в Питере, в Москве, но мне кажется, это плюс-минус лучшее, что я могла найти здесь из Белградзи. Так вот, я могу рекомендовать мастера. Мне все понравилось, особенно мне понравилось, как валили мои волосы, но в целом у меня нет никаких вопросов, и мне кажется, что на такую процедуру очень классно, нужно ходить. И, кстати, эта девочка, она вообще колорист, так что вы можете покрасить у нее волосы, и это даже не реклама, а хотелось бы. Мы с вами залетаем в Биг Фэшн, это какой-то третий торговый центр. Я здесь никогда не была, но мне рассказывала о нем моя клиентка. Я разыскиваю Сифору, а по карте показывают, что у нас здесь есть, и, наверное, я зайду в какие-то другие магазины. Меня очень напрягает, что я зашла с непонятного входа. Такое чувство, что автобусы сюда не ходят, но я надеюсь, что я просто не оттуда зашла, потому что на такси ехать вообще не вариант, так как на улице уже стемнело, такое чувство, что в целом ТЦ находится очень далеко от центра. Я не знаю, наверное, складывается такое впечатление, потому что я здесь ни разу не была, и мне потенциально страшно. В общем, сейчас будем смотреть, если здесь в наличии эти румяна Диор, в Сифоре я нашла тестер, но мне нужен другой, мне нужен пинг. У этих румян есть два цвета, один такой коралловый и другой как раз-таки розовый. Его здесь походу нет. Очень жаль. Сказать, что я расстроена и ничего не сказать. Причем так странно, знаете, ко мне не подошел ни один консультант. Я не знаю, может быть я не буду шум как человек, который хочет тут купить, но, блин, я бы спросила. Но там было видно, что там нету того, что мне нужно, это странно. Может быть они представлены здесь только в этом цвете, там, то есть даже не было отсека, где могла лежать эта палетка. Может быть я еще съезжу на дня в галерею и покажу вам. Блин, я реально расстроилась, потому что я даже не увидела моего средства для волос, которое я нашла в онлайн магазине. Последняя надежда, я сейчас зайду в какую-нибудь зарубежку и полубиль и померю штаны. Она пыталась купить хоть что-либо. Да нет, на самом деле все это мне нужно. Просто не всегда бывает такое настроение, что хочется зайти в магазин. конечно, мое настроение сейчас не такое, какое бы хотелось, но все равно раз я здесь, наверное, мне стоит примерить штаны, которые я хочу купить и посмотреть, может быть, я в эти власти тут куплю. Не знаю. Ребята, в общем, давайте прощаться. Я надеюсь, новый влог не заставит сюда долго ждать. И до скорых видео. пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и на ютуб-канал. Все, пока. Пока.